Дмитрий Гудков, известный оппозиционный политик, общественный деятель. Дмитрий, я приветствую тебя. Добрый день. Привет, рад видеть. Привет, смотри, рад видеть взаимно. Значит, смотри, сейчас мы тебе видео покажем и так далее, но вначале некоторые очень важные новости, ты их коротко прокомментируй. Их просто лавина, они важные. Значит, смотри, Болгария, которую ты сейчас хорошо знаешь, признала голодомор геноцидом украинского народа. Что происходит с Болгарией? Расскажи, пожалуйста. Ну, Болгария долгое время находилась под таким серьезным контролем, назовем это так, российского посольства, Газпрома и так далее. И там были очень сильные такие пропутинские настроения еще где-то год назад. Могу сказать, что мне было даже очень сложно получить туда визу Д. Там было противодействие всех этих пропутинских сил. Но после войны ситуация очень сильно поменялась. И даже там последние рейтинги показывают, что все меньше и меньше болгар вообще понимает, что Путин делает в Украине. Все ниже и ниже путинский рейтинг. У них там достаточно слабые сейчас позиции. И набирает силу там движение. Во-первых, украинцы проводят там антивоенной акции. Появилось большое количество россиян, которые выходили против войны и против путинского режима. И ситуация там потихонечку меняется. То есть Болгария совершенно очевидно стремится попасть не только там, но и так уже в Евросоюзе. Они очень хотят в Шенген. У них сейчас не получилось. Дальше у них в августе будет новый этап, когда Европейский Союз все-таки должен и Болгарию, и Румынию включить в Шенген-зону. Это уже такая, я бы сказал, окончательная и бесповоротная уже путь Болгарии в Европу и отказ от сотрудничества с российским режимом, российским государством. Хотя в целом к россиянам, особенно к тем выступаем, против войны там достаточно неплохое отношение. Там есть, конечно, борьба, есть парламент, который трижды избирался за последний год, и там были серьезные проблемы, потому что партии никак не могли договориться о какой-то правительственной коалиции. Сейчас будут новые выборы, и понятно, что там Путин и российское посольство, Россотрудничество на этом пытаются играть, поэтому они используют все свои рычаги для того, чтобы критиковать партии, которая занимает такую проевропейскую позицию, поддерживает ряд таких радикальных партий, которые либо финансируются, либо поддерживаются российским посольцам. Но в целом ситуация как бы меняется не в пользу Путина, это мы видим, потому что, я не знаю, может быть помните, был такой предприниматель, который публично на антивоенной акции сжег российский паспорт. Это было в Болгарии. И дальше он попал в поле зрения российских силовиков, они его по экономической статье обвинили в каком-то преступлении, потребовали в Болгарии экстрадиции, и, к сожалению, суд первой инстанции принял решение экстрадировать. Мы быстро вмешались, достаточно оперативно, и уже на апелляцию нам удалось отстоять. Это был такой первый прецедент, когда Болгария отказалась экстрадировать уже по политическим статьям. То есть ситуация в Болгарии меняется, конечно. Хотя Болгария по-прежнему зависит от поставок нефти, ну до этого газа. Если с газом они как-то более-менее решили проблему, то с нефтью у них замещение пока идет достаточно проблематично. Хорошо, давай с тобой посмотрим видео. Давай уже, мы с тобой занялись международкой, мы о российских внутренних делах и оппозиционных делах поговорим чуть позже. Сейчас посмотрим видео. Значит, у меня есть такое. Я, знаешь, несколько человек люблю читать. Всегда я люблю читать Дмитрия Анатольевича Медведева. Я вот тебе после сюжета прочитаю Дмитрия Анатольевича Медведева. У него все всегда смешно. Я люблю читать Сергея Миронова, лидера партии «Справедливая Россия». Ну и, конечно, люблю Лаврова. Лавров мрачный, но, тем не менее, каждое его слово я внимательно изучаю. Вот и ты изучай. Значит, вот что мы сейчас послушаем. Лавров заявил, что принимает необходимые меры чтобы не допустить попыток превратить Украину в еще большую угрозу безопасности Российской Федерации. Вот давай побоимся. Это Лавров? Конечно, мы наблюдаем за тем, как на Западе развиваются дискуссии о дальнейшем накачивании Украины все более и более серьезными вооружениями, включая наступательные вооружения. Конечно же, мы все это видим и не просто наблюдаем, но принимаем необходимые меры для того, чтобы не допустить дальнейших попыток превращать Украину в еще более острую угрозу для нашей безопасности и не допустить того, чтобы киевский режим возобладал в своей политике по дискриминации и уничтожению прав всех тех граждан Украины и бывших граждан Украины, которые ощущали себя сопричастными русской историей, русской культурой, русским традициям. И что бы ни говорили наши западные партнеры, как бы они ни пытались оправдывать свои действия по накачиванию Украины оружием, включая известные лозунги относительно того, что путь к миру лежит через поставки вооружений, все прекрасно все понимают. Речь идет о том, что НАТО уже достаточно давно напрямую вовлечена в гибридную войну против России, которая преломляется уже в своих горячих измерениях в действиях киевского режима. Мы, безусловно, как я уже сказал, не только наблюдаем за этим процессом, но и наши вооруженные силы, командование специальной военной операции применяют все необходимые меры для того, чтобы планам Запада не суждено было сбыться. И они не сбудутся. Я могу тебе сказать, что он прекрасен. Вот ты не представляешь, какое я получаю наслаждение, когда я слушаю эти пустые слова. Особенно финальную фразу, что мы делаем все, наши вооруженные силы, чтобы это не сбылось. И это не сбудется. А то расскажи свои слова Богу. Неужели господин Лавров решил вернуть свою дочь на родину, запретил говорить по-английски, нанял ей... Не-не-не-не-не, прошу тебя не касаться больной темы. Не смей касаться больной темы. Как это? Дети за отца не отвечают. Он же не сказал, мы ударены ядерным оружием. У него такая лайка. Я думаю, что он нанял ей репетитора по русскому языку. Потому что, насколько я знаю, она очень плохо говорила по-русски. По крайней мере, об этом... Такие слухи были в Государственной Думе, когда я там был депутатом. Говорили, у Лаврова замечательная дочь. Она единственное плохо говорит по-русски, живет в Соединенных Штатах Америки. Не знаю, правда или неправда, насколько она там хорошо или плохо говорит. Но, в принципе, в этом нет ничего плохого. Дети могут жить где угодно. Но просто, когда у тебя такой папа, ну, не знаю, как ты, наверное, дочери, тем более, если она действительно где-то там за рубежом, наверное, стыдно, когда он несет эту чушь. Тем более, я-то очень хорошо помню Лаврова еще там в середине нулевых. Это же был... Извини, пожалуйста, я тебя прерываю. Извини, что я прерываю тебя. Ты сказал, что ей должно быть стыдно за то, что несет Лаврова. Вот почему она не хочет учить русский язык. Она не хочет это знать и понимать. А она... Я думаю, что она просто, поскольку очень плехо говорит по-русски, я думаю, она пока еще не понимает, что папа несет. Потому что, ну, как бы... У нее, видимо, знание русского языка не позволяет ей... Ну, это, конечно, шутка, но на самом деле я Лаврова помню еще хорошим дипломатом, который был уважаемым дипломатом на Западе, который, как бы, занимался интеграцией России, там, и Большой Восьмерок, и ВТО, там, и все такое. И просто я настолько удивлен и поражен, как люди трансформировались за это время. Они, в общем-то, он стал хуже Жириновского. И, в принципе, я его воспринимаю как Жириновского, только этот клоун невеселый. Жириновский все-таки нас радовал там своими выступлениями. А это какой-то грустный, несчастный и, ну, явно, что вот, наверное, где-то в глубине души жалеет, что не свалил раньше, когда можно было. Хотя чертова знает. Он... У него проблема, он не отошел еще от танцев в Эритрее. Когда он приехал в Эритрее, там танцевали, травмирующие танцы, там его одевали в костюмы. Ну, ладно. Давай еще посмотрим. Зато Лукашенко, я думаю, как бы радует. Да-да-да. Его же так встретили. Наверное, они обсуждали, не знаю, там, Бакаса и его некие традиции взаимодействия с оппозицией. Я не знаю. Ну, Лукашенко вроде пока не съели, да? Хотя был... А вот интересно. У меня дополнительный вопрос по поводу его поездки. Зачем он поехал? Что это должно обозначать? Это он решил как бы своим же белорусам показать, что, ну, в некоторых государствах его принимают? Потому что как-то, ну, совсем необязательный визит. Понимаешь? Поехали. У меня такое ощущение, что он специально уехал для того, чтобы, значит, вот затянулась пауза, когда Путин от него ожидает ответа. Там же, говорят, идет страшное давление со стороны Путина. И Лукашенко, видимо, ждет ответа от Китая. Он же ведь, насколько я понимаю, какие-то переговоры закулисные начал. Единственная страна, которая ему может сейчас дать какие-то гарантии, это Китай. Потому что давление усилилось со стороны Путина. Насколько я понимаю, ну, по крайней мере, если верить разным новостям, Путин ждет Лукашенко в России для того, чтобы тот ему дал окончательный ответ, какое он принял решение. Либо он вступает в войну, либо нет. И, ну, хитрый Лукашенко, занят же ведь важными геополитическими делами. Вот он, так сказать, встречается, проводит встреч на высшем уровне, смотрит эти танцы бубнами. Ну, что, Лаврову можно, а ему нельзя? Я не знаю. Ну, да. Я думаю, что он просто забивает свой график. В этом нет абсолютно никакого смысла. Но президент же занят. Значит, вот он сейчас вернется с одной стороны, с другой стороны. Время потянет. Вот. Я знаю, что даже Лукашенко через каких-то своих людей пытается мониторить ситуацию в Европе. В случае чего? На что он может рассчитывать? То есть, некоторым же европейцам с одной стороны не нравится Лукашенко, они его терпеть не могут. Но при этом им нравится ситуация, когда Лукашенко не вступает в войну. Поэтому вот я думаю, что хитрый, так сказать, хитрый Лукашенко тоже использует вот этот вот расклад для того, чтобы, ну, скажем так, сформировать стратегию на будущее в случае крушения путинского режима, я думаю, он прекрасно понимает, к чему дело идет. И сторониться, максимально дистанцироваться сейчас от контактов с Путиным. Понятно, он его не может совсем игнорировать, но тянуть время, увиливать, это он мастер большой. Хорошо. Давай смотреть дальше. Рязанский депутат, коммунист, готовит школьников к жизни в путинской России будущего. Давай посмотрим. Рязана, минутку. Все присели, время много вас не отниму. Значит, будущие министры, директора, еще там кто. Три дня бездрама сидел когда-нибудь? Да. Ты что, пяти недель неделю потерял? Нормально? Нормально. Скучно? Скучно. Мне очень нравится. Не притуривайся. Скучно? Что там? Молодцы. Значит, для чего мы вас здесь собрали? Директора, ректора, профессора, административный корпус, дирекутатский корпус, взрослые, мужики и бабы, знаменитые люди, мы вас сюда пригласили. Для чего? Вникайте. Когда через некоторое время кто-то из вас окажется под экономическим предусом, на днище в социальной жизни, будет валяться на полойке, стреляет в кухло, поиски на улицах, я изъясняюсь. Понятно? Не говорите, что вы вас не собирали, не предупреждали и не ориентировали. Ясно? Почему? Перед вами сейчас выступали люди, состоявшиеся в жизни своим трудом, волей, победить, терпением, интеллектом. Берите с них пример, уясняйте, втолмайте. Понятно? Не сидите, как тормоза, вот как мне сейчас. Понял? Будешь подыхать на улице, жрать нечего, вспомнишь, вникай. Потом обратной дороги не будет. Поступайте в ВУЗ, в архе технологических, там нормальные преподаватели, никого не нужны, никого не дают. Сам учусь сейчас в администратуре, все нормально. Понятно? Ну, мне кажется, даже учительница не выдержала и встала. Понимаешь? Я плохо слышал, что он говорил. Может быть, просто... Нет, звук плохой, но если так говорить, вот, значит, учитесь у умных, интеллектуальных, потому что, если неправильно будете себя вести, подохните под забором, будете голодать и так далее. То есть, ну, зэк пришел. Ну, он не зэк, конечно, он, наверное, военный какой-то. Ну, вот, я не знаю, ты застал, потому что ты человек молодой, вот это вот, когда приходили ветераны, и вот всякое в школу говорили и так далее, понимаешь? Вот там парень сидел вот так вот, ты видел, да? Он говорит, вот ты это самое, вот как ты сидишь, вот будешь потом голодный, нечего будет жрать и так далее. Вот потому что он вот так вот сидит. Он, наверное, вот так вот должен сидеть. Ну, в общем, вот такие вот, такие учителя. И, понимаешь, это в школе. И вот сидят школьники, которые на уроках изучают там Пушкина, Чехова, Достоевского, а после этого приходит вот это вот непонятное, вот это вот существо такое, которое им говорит, что будете подыхать под забором, если не будете учиться. Ну, в общем, вот такая вот история. Ну, а что тут обсуждать этого товарища прапорщика? Значит, вот они любят, да, от забора до обеда на три зелёных свиста. Мы не товарища прапорщика, Дима, обсуждаем, а то, что их пустили в школы. Ой, так в школу кого только не пустили, а в университет опустили. У меня, значит, когда-то я искал себя помощницу в Государственной Думы, ко мне приходили студентки. Вот. И они рассказывали о своих впечатлениях, там, о лекциях, на которые приходили. Ну, Дугин — это самое лучшее, что было. А там такие и такие люди приходили с такими лекциями. Это в МГУ. Поэтому этому я как раз не удивляюсь, но что мне нравится в этом видео, это реакция всё-таки школьной. Что бы эти идиоты не говорили, всё-таки школьники, ну, видно, что им это совершенно не нравится, они просто относятся как к какому-то недоразумению. Поэтому это внушает какой-то оптимизм. Так что, ну, мне кажется, вот такая солдафонская стратегия, она даёт всё-таки результат с точностью наоборот. Ну, давай ещё посмотрим одно видео напоследок. Теперь Европа не только замерзает, но ещё и голодает, по крайней мере, об этом влажные мечты пропагандистов. Культурная трансформация Европы идёт давно, и у неё, конечно же, есть бытовое измерение. Людей просят реже стирать, меньше пользоваться бытовой техникой, меньше мыться, ограничить температуру в помещении, дома и на работе. А сейчас ещё и советуют питаться насекомыми. Ещё чуть-чуть и французская кухня может стать неузнаваемой. Итальянская тоже. Баварская колбаса станет чем-то неприличным, а британский стейк не политкорректным. На это вовсю работает Еврокомиссия. Ну, прости, ты там говорил, что-то Болгария куда-то стремится в какой-то там Шенген и так далее. Ты уже приготовился кушать кузнечиков и тысячи ножек? В Тразбурге был и в Париже я так что был. Вернулся из Франции, как раз съездил на парламентскую ассамблею Совета Европы. Поэтому после этой поездки особенно просто вот замечательно за этими идиотами наблюдать. Я не знаю, как, ну, кормят они people всякой фигней. Может быть, сами уже верят, потому что их туда не пускают и, наверное, никогда не пустят. Вот. Но, честно говоря, я не понимаю, кто в такую туфту верит. Ну, может быть, процентов 10 телезрителей, но не больше. Тем более, что очень много сейчас россиян, которые уехали и как раз сейчас даже такой мем был популярен. вязаные беретки верят все. Вот женщины после 50 лет, мужчины после 65 верят в это. Ну, потому что телевидение ж не врет. Ну, Понимаешь, это очень серьезно признаться себе, что телевидение тебе врет. Это конец твоего понимания, ощущения мира. Ну, во-первых, уровень доверия к российскому телевидению упал чуть ли там не в тролль за этот год. Поэтому, я думаю, что уверят, наверное, те люди, которые с пивасиком на диване воюют с Байденом через телевизор. Ну, сколько таких? Ну, процентов 10, да. Но это только на самом деле снижает уровень доверия к ящику, потому что, ну, во-первых, все-таки мир глобален, да, есть интернет, есть VPN. И можно просто посмотреть, чем живет та или иная страна. И это говорит о том, что просто телевизор, телевизор, он сегодня цепляет только, вот, видим, какую-то аудиторию, наверное, совсем сильно-сильно, если даже не 60+, может быть, даже 70+, и в основном в провинции. А провинция российская, в общем-то, я думаю, прекрасно понимает, в каких она условиях живет, да, там в Якутии нету канализации, там, многие деревни и села не газифицированы, большое количество. Так что, ну, не знаю, может быть, это как в том анекдоте, да, когда мужик вылавливает золотую рыбку, она говорит, загадывай все, что хочешь, ну, у соседа будет два раза больше, да, ну, тогда выколи мне глаз. Вот, если только в этом смысле, им как бы, ну, приятно, что не только они в деревне живут, но еще кто-то. Ну, мне кажется, такая пропаганда уже не сильно работает. Спасибо большое тебе, Дмитрий Гудков, что ты был с нами, береги себя и подключайся к нам. Спасибо, что нашел время. Дмитрий Гудков, общественный деятель, оппозиционер. Субтитры сделал DimaTorzok